Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите и увидите, в чем состоит различие Это двух направлений христианства, которые можно выявить Это одно направление Это некоторое искреннее христианство, которое противопоставляет небесное и земное То есть царство Божье и царство Вилиала или царство Звени и прочее Это одно христианство И другое христианство, которое на самом деле пытается найти компромисс между земным и небесным И если внимательно читать Евангелие, то получается так, что изначально христианство все-таки имеет внутреннее противление и конфликт То есть изначально мы, ну и об этом можно судить по тому, как отношения с миром христиане понимали в период апостолов Как сами апостолы в своих посланиях об этом пишут А пишут они так, что дружба с миром есть вражда против Бога Или там Иоанн учит, что не любите мир и не того, что в мире Почему это так? Почему не надо любить мир и того, что в мире? Ну потому что мир находится под властью князя сатаны или Вильзевула, дьявола И если мы, если христиане подчиняются этой власти земной, то они на самом деле подчиняются, так или иначе входит подчинение вот к этому князю, да, к этому князю тьмы, дьяволу, Вильзевула и прочее Но с другой стороны и сам Христос сказал, отдавайте кесарево кесарево Да, и это мы обсудим На самом деле есть версия, что все-таки вот отдавайте кесарево кесарево Богу Божье, можно понимать двояко Можно понимать, как ты хочешь это выразить, да, что все-таки христиане хотели компромисса, да, то есть они считали, что есть земные дела И в земных делах будь земны, да, а есть как бы вот дела Божьи, и в Божьих делах будь Божьим Но, если бы это было бы так, то не было бы тогда такого страстного, такой страстной проповеди против богатства Потому что, ну что такое богатство, это некое земное дело Казалось бы, ну если ты богат, как это противоречит тому, что ты можешь быть христианином? Вроде никак не противоречит, но тем не менее мы знаем на самом деле, что все, все Евангелие как бы постоянно ставят дилембу, да Между верой в Бога и мамоной, да Не можешь служить двум господам, Богу и мамоне И вы либо одного возлюбишь, а другого возненавидишь, да Не можете служить двум господам В каком-то смысле на самом деле вот этот компромисс, да Нельзя говорить о любви к миру, да Ну в каком-то смысле мы говорим о компромиссе, потому что в любом случае христиане все-таки понимают прекрасно, что они не от мира сего, да Как говорит Христос, что царствие мое, они от мира сего То есть и христиане тоже, да, и вот их царствие, и их чаяние, их как бы вот вера, да, в Бога И все, что связано у них с надеждой, верой и любовью, да, все это как бы вот связано с небесным Это не значит, что с небесным каким-то потусторонним, но обязательно трансцендентным Это просто связано, есть один мир, да, который находится под властью Бога, который управляет Бог Есть как бы другой мир, да, противопоставленный первому, да, в котором присутствует вот князь тьмы, да, там, духи злобы поднебесные, там, и прочее То есть христианство изначально... То есть первый мир какой у тебя? Мир Бога, который находится под властью Бога А есть такой мир на земле? А когда Христос пришел, мы это обсуждали, когда изучали Евангелие, что Иисус Христос как проповедовал, что покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие Ну приблизилось Так вот слово приблизить... На пару парсеков, но все равно еще осталось далеко Вот это как раз нужно уточнить Дело в том, что если брать греческий текст, да, и это не моя придумка, а об этом говорит архимандрит Януарий, мы это же обсуждали То там на самом деле говорится о том, что там используется такой залог перфект Когда говорится приблизилось Царствие Божие, имеется ввиду, что оно вот здесь уже и сейчас То есть перфект это такое время, это совершенное прошлое время, которое к моменту, о котором идет речь, уже совершилось и уже дано в виде результата Понимаешь? И когда Христос говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, речь идет о том, на самом деле, что оно вот уже здесь и сейчас осуществилось Знаешь, какое еще противоречие есть? Смотри, или не противоречие, а там требующие разъяснения Христос же как говорит, если скажут вам здесь Я или там, да, то не ходите и не гоняйтесь И в Мое явление будет, как вот самое, зарядом одного края и неба другого, да То есть что имеет, что я хочу сказать этими словами? Что там, где царство, там должен быть царь, правильно? И раз Христа сейчас нету здесь нигде, то и царства, значит, его нет на земле всего А он, с другой стороны, сказал, что когда я... Что я с вами во все дни Да Вот получается, что... Во-первых, я с вами во все дни, а во-вторых, он, на самом деле, вместо себя послал Духа, да, Утешителя И там, где соберутся двое во имя Мое, там и я среди вас Что есть, на самом деле, незримо христиане должны верить в то, что Христос... Вот мы собрались втроем, да, что Христос даже сейчас присутствует между нами Тогда получается, что это царство, оно какое-то такое мигрирующее, слышишь? Оно вот может там возникнуть на полчаса Еще раз говорю, все-таки... Послушай, собрались там два-три человека, там, да На полчаса у них возник, вот там, царство Божие разошлись, все его не стало И оно вот такое... Понимаешь, да? Не то, что вот как вот город стоит на холме, да Его надо штурмом брать А оно как бы вот такое мерцающее Нет, неправда И оно то там возникает, то тут, понимаешь, оно вроде есть Нет, он сказал, что царство Божие внутрь вас есть То есть оно потом, если человек хранит вот все Соблюдает, старается соблюдать все, что мы говорим Да, это хорошее... Значит, оно с нами пребывает Подожди, подожди Это хорошее дополнение В том числе это царство Божие Можно растить в себе Нет, на самом деле То, что царство Божие внутрь вас есть Можно переводить двоярко На самом деле там использован Опять же, если брать велический текст То там можно понимать двух смыслов В одном смысле, что внутри тебя Внутри вас В смысле того, что Каждого отдельного человека А можно говорить, что среди вас То есть, когда есть несколько человек То среди них Среди этих людей Есть царство Божие То есть, царство Божие Это, на самом деле, некое взаимоотношение людей Слышь, Влад, я бы не стал спорить Наверное, и так, и так, может быть Да, и так Ну, просто, Людмила Вот ты пойми такую вещь То, когда вот ты капризничаешь, например Или тупишь То царства Божие там нету Нет Вот, а вот когда ты А когда ты раздражаешься, то у тебя тоже там нету Да, да, да Давайте не отклоняться Просто отклоняйтесь А вот когда вы там всё Вкусняется в голове и настраивается Еще раз В чем состоит царство Божие Давайте Не, ну давайте тогда как бы Просто в силу того, что мы долго не собирались Да, теперь приходится выяснять Это какие-то первичные вопросы Что такое царство Божие Нет Казалось бы, это обсуждали миллионы раз Нет Просто мысль простая Вот как сознание, да Вот оно вот как вот Ну сознание здесь ни при чем Нет 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 такого места, где было бы сознание, правильно? Это как вот карта там Или вот весь мозг является носителем сознания, да Вот Так же и царство Божие Оно вот не как град на холме Вот эту мысль я хочу провести, понимаешь Вот его нельзя потрогать, пощупать Вот собрались там Три близких духовных человека У них возникло царство Божие на плаче Разошлись, ушли и встречаются с другими людьми Уже нет царства Божьего Не так, надо понимать Проснулся Булат в хорошем расположении духа И царство Божье внутри него Не так, не так А проснулся в плохом Ну я понимаю, что царство Божье это настроение Не так, это никакое, это не настроение Нет настроение Ну а что такое еще потом? Состояние Состояние духовное Нет Духовное состояние Ну если бы это было так, то на самом деле христианство Тогда был просто один из видов духов Это как его Йоги Йоги, медитации Нет, 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 смотрите А почему Иисус Христос тогда говорит, что Дела плоти это Ну это Вы все дальше и дальше отклоняетесь от сути Да дело же же Давайте вернемся просто к сути Милосердие, любовь Ну ладно, Люди Нет, почему Это как раз и сводится к тому Почему, когда Христос говорит, прощайте Ближнему своему Слышишь ли? Все догадываться долго Мысль скажи Мысль Как раз Христос нам принес учение о Царстве Небесном Само учение Это мы знаем Какими путями мы можем достигнуть этого Царствия внутри себя Царствия Божьего А оно достигается не нашим вот этим раздражением, клеветой, обидами Еще раз говорю Если в Царстве Небесном вы хотите понимать некое психологическое состояние внутреннего человека То тогда христианство становится некой тегой Медитативной практикой Нет, оно опять же не сводится только к послушанию Еще раз говорю, речь идет о некой объективности, а не просто внутреннем состоянии человека Да, согласен, оно не сводится только к тому состоянию А еще сводится к тому, чтобы человек пришел в это Чистое, чтобы его сердце было чистое От греха Ну подожди Йогой можно заниматься, но он может так же по-прежнему делать грехи какие-то А в человеке тогда все равно будет пребывать грех И Царства Божьего в этом нету Христос сказал, что ничего скверное не войдет в Царство Божие Ну, мне дайте что больше всего поражать Что прошло там, не знаю, месяца три И такое впечатление, как будто мы опять же должны вернуться Мы все возвращаемся, да, опять Дело не в этом, дело в том, что вы все забываете Такое впечатление, как будто вы просто живете как-то другую жизнью, а потом вдруг надо все заново вспоминать Вот ты спрашиваешь о состоянии, что такое Царство Божие Мы поднимаем их Еще раз говорю Моланцев правильно говорит, что это не сводится к одному духовному настроению А это не настроение и не состояние Почему? Ну, если собрались три монаха на Афоне, грубо, или там, я не знаю где там, в этой оптиной пустыне И у них Царство Божие, оно же выражается в конкретных плодах, делах и так далее Да дело даже не в этом Давайте тогда уже скажу Царство Божие поднимается очень просто Царство, в котором Бог является царем Ничего другого не понимать, не надо тут какой-то городить, строить какую-то башню непонятную, без каких-то вещей Есть царство, в котором царем является человек, есть царство, в котором царем является, не знаю, какой-нибудь... Христос То есть, князь тьмы, да, есть царство, в котором царем является Богом Что это означает, что в царстве царь является Богом? Это означает, на самом деле, что подданные этого царя, они служат Богу Они как бы находятся под властью Бога, они являются подданными Бога Они как бы угождают Богу и прочее Вот, это простая мысль о том, что... Понятное дело, что когда ты живешь в таком царстве, в котором правит Бог, у тебя некое внутреннее состояние этому должно соответствовать Но не наоборот, не так получается, что главное некое внутреннее состояние, некая йога, медитация А остальное все как-нибудь Нельзя, например, предположить, что среди тьмы ты будешь один, что-то какое-то царство строит Но если ты борешься с грехом, то, естественно, там не дьявол должен пребывать, а Бог, потому что ты служишь Богу, а не дьяволу Если внимательно читать Евангелие, то борьба с грехом не является самым главным прям вот таким разговором Для грешника это самое главное Потому что это ветхий еще заветовый Почему, Булат? Но Иисус Христос принес нам покаяние Еще раз говорю, что мы говорили уже об этом Почему ты говоришь, что это не самая Мы говорим, что для христиан Это христиане Знаешь, в чем проблема? Ты сейчас, как бы, в ее сознании, как бы, церковные установки, как бы, я уже убеждался, с Люсей говоришь, слышишь? Потом проходит какое-то время, и все, что говорилось, все смыто на почву И там опять церковные установки стоят Там не церковные установки Ну... Нет, Он же говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное Зачем Христос нам это сказал? Ну, вообще, в отличие от Ветхого Завета и Нового Завета Зачем нужен Новый Завет, если Ветхий Завет точно так же говорит, покайтесь Нет, Булат Исполняйте законы Там нет, там исполнение закона, но они по-прежнему были злые и лицемерные Почему? То есть парисеи, которые исполняли законы, почему они были злые? Они не очистили сердце от греха, они до сих пор лукавые Людмила, Людмила, это упрощение Ну, почему? Ну, потому что праведники, то есть древние праведники, которые исполнили это Были такими же чистыми, очищали себя под Богом, то есть они вообще никто Но мой был праведник, почему? Абраам праведники Ну, они же все в Ветхом Завете Ну, они в Ветхом Завете не завели Ну, праведник А если праведник, это означает, что он не делает греха Ну, Нового Завета-то не было Зачем Новый Завет появился? Ну, это не был дан Новый Завет, Аврааму не был дан А они были праведниками Праведники были и тогда, и сейчас Я считаю, что надо бороться с грехом Еще раз говорю Вопрос не говорится о том, что не надо бороться с грехом Задача борьбы с грехом – это задача Ветхого Завета Ветхий человек должен обуздать себе вот эту вот звериную составляющую А Новый Завет, у него главная задача Считается, что он идет дальше Считается, что ты уже праведник Потому что ты уже перешел в это Обуздал зверя Обуздал себе Как бы вот Злобную свою часть, да, как бы И ты уже исполнил закон Исполнил, может быть, не во всех, не во всех мелочах А что для тебя это уже стало нормой Да, что закон для тебя уже норма У тебя же речь не идет о том, чтобы прийти к закону Для тебя это некая норма Ты идешь еще дальше Ты идешь дальше к совершенству И те заповеди усиления, да, если так можно сказать На горные заповеди Это же как бы не заповеди ведь на самом деле Это просто некие принципы, по которым можно усилиться, да, то есть Даже если ты просто брату своему скажешь там, рака, да То есть как бы скажешь, что он безумный Уже даже это как бы в осуждении, понимаешь? Да И не просто нельзя как бы прелюбодействовать А даже вожжелать этой женщине нельзя, понимаешь? И не просто как бы это око за око, зуб за зуб А на самом деле вы любите врагов ваших Это же не исправление Ветхого Завета на самом деле Это просто как бы некое усиление Усиление как бы вот пути Вот есть некий путь праведника, да, путь Что такое путь праведника? Это есть путь к Богу Просто Ветхозаветный праведник Ему еще было не нельзя слишком сложный путь указать Ему был указан путь закона, да Вот ему сказано было, вот это вот не делай как бы И ты будешь праведен Но эту праведность многие исполнили, да Эта праведность она как бы Эта праведность она исчерпала себя И появились люди, которые хотели больше праведности Которые хотели идти дальше Дальше то вот путь есть или нет Лежит ли Богу пути большего совершенства И вот этот путь большего совершенства предлагает Евангелие Потому что когда и говорится о том, что вы любите Что в толку того, что вы любите любящих вас, да Что в толку, что это приветствует Приветствующих вас Не так ли поступают мытари, да А ты на самом деле Возлюби ненавидящих тебя, да Благословляй ненавидящих себя, там Любите врагов ваших, да Ибо Отец ваш Небесный Это посылает солнце на добрых и злым Добрым и злым, да И даже и дочь на правенников и грешников Так будьте такими же совершенными, как Отец с Небесным То есть речь идет о том, на самом деле, что Надо быть совершенным теперь Да, это как бы продолжение пути Да, и вот, кстати, вот о том, что если рука твоя соблазняет тебя Ну ладно, Люсь, не надо в частности Это как раз, кстати, вот ты правильно сказал Даже вот желать Женщиной Мы так никуда не изъединимся Слышишь, Рюза Так это и есть то, о чем я говорю Обреки Что надо бороться Да, ты еще раз говорю Не надо говорить то, что ты знаешь Это не Надо говорить по сути Я говорю по сути то, что вы отрицаете Говорите по сути Валя, еще раз подождите Дело, еще раз повторю Есть некого рода понятие акценты Бороться с грехом Если человек впал в грех и борется с грехом Он просто находится еще и в Ветхом Завете Ветхий Завет не отменен Да, и Иисус Христос тоже на самом деле И грешников там призывал, да? И это, и говорил, что А почему у нас люди, которые сейчас не борются с грехом? Валя, это, Людмила, давай только так Действительно Иначе мы сейчас скатимся вот в катабул Вновь на христианской болтовне Вот есть христианская болтовня Мы же Мы это уже миллион раз проходили и обсуждали Мы же движемся в определенном направлении сейчас Ты почувствуй, посиди, помолчи, почувствуй, куда мы двигаемся Но помолчить неправильно, зачем так сразу резко? Ты сидишь, вопросы задаешь так, типа А, оттуда, потом отсюда, потом туда Это знаешь, что ты идти по дороге? Ну хорошо, я уже молчал Послушай, Люд, да, помолчи Не, немножко просто Ну просто давай выскажем сначала мысль, а потом будем обсуждать Я буду вообще не надо молчать Не молчи, не так Очень хорошо Не, обижаться не надо, Людмила На самом деле просто Я не обижалась Мы просто сейчас на самом деле До сих пор мы ничего не сказали нового А просто повторяем одно и то же, что уже миллион раз уже обсуждали Представь такую ситуацию Мы идем по дороге, у нас есть компас Идем по компасу на север А ты вокруг прыгаешь и говоришь Давайте налево, давайте направо Давайте назад Давайте шаг в сторону Давайте два шага в сторону Ну и чего? Мы болтаемся на одном месте вот так Ну потому что так и происходит Вопрос состоит в том, что борьба с грехом Это борьба, действительно можно выразить это в метафоре И в Евангелии оно выражено В метафоре больного Христос Христос говорит Я пришел не праведников, а грешников призвать к покаянию Это не означает, что ему праведники не нужны Да? Это означает на самом деле, что грешников Я пришел не праведников, а грешников призвать к покаянию Это означает, что праведникам покаяние уже не нужно Покаяние нужно только грешникам Иначе говоря, вот этот путь Ветхого Завета Он есть всегда и он и сейчас есть Те грешники, которые на самом деле остаются еще грешными Для них еще и нужен закон Они еще должны закон исполнить Чтобы перейти в новую ступень Ступень Нового Завета И двигаться дальше к совершенству А те праведники, которые уже исполнили закон И для которых, скажем так, для которых этот закон стал нормой Он не убивает, он не прелюбодействует Он не обманывает, не крадет и прочее Почитает отца и мать и прочее Для него это стало нормой жизни У него дальнейший путь какой-нибудь есть Вот он уже праведник, да? В смысле Ветхого Завета У него есть другое, более сильное Вот это евангельское, как бы, еще более усиливающее Не норма уже, да? Потому что тут не может быть нормы Норма может быть такая, которая отрицает Говорит, вот этого не делай, этого не делай А здесь уже путь к Богу Путь не негативный, как здесь, да, в виде отрицания А позитивный Путь любви Что ты хотел рассказать? Да маленькое дополнение Христос говорит, что Ветхий Завет не придет, пока не исполнится все То есть, когда Павел там говорит Правильно Вершающее, стареющее, близкое по уничтожению Имеется в виду не то, что Ветхий Завет отменен А что Ветхий Завет как бы изживается естественным Каждым человеком Каждым человеком Весь исполнен Да, каждым человеком Когда последний человек на земле перестанет грешить Тогда Ветхий Завет не будет отменен Именно так, именно так понимается Ветхий Завет не отменен, как вот, не надо считать Что типа, вот, Ветхий Завет, там, поэтому он уже, как бы, не нужен Сейчас уже Новый Завет, как бы, вот, все Нет, вопрос не об этом идет Речь идет о том, что так же, как в истории человечества Вот есть два этапа, да, этап, как бы, от того, как, условно говоря, человек приходит к человеку, да Вот, некому к норме человеческой К норме человеческой Что такое Ветхий Завет? Некие нормы общежития, да Люди должны научиться жить друг другом, да Не убивать друг друга, не воровать Это почитать отца и мать, да То есть, вот, свои родственные какие-то связи, там, соблюдать так, как это требуется И прочее, и прочее Не возжелай жены, но там все такие Вот, есть некая норма общежития Вот, допустим, людей Научается этой норме общежития, ну, возникает, а дальше-то надо что-то делать Да есть какой-нибудь дальший путь Вот, дальше предлагается другой путь Так вот, этот путь, на самом деле, он будет всегда То есть, вот, всегда для каждого человека Всегда остается и Ветхий Новый Завет существенный Если человек, допустим, действительно Ну, не всегда До тех пор, хотя бы один грешник есть Не, ну, если человек преступник Ну, вот, для него, сначала надо исполнить Ветхий Завет Представляете, вот, как бы, было людоедство, сейчас его практически нет, как бы, да То есть, это табло, оно, можно сказать, отменено Для большинства людей, как бы, люди живут, никогда не задумываются даже об этом Поедем в общежитии Да, стал нормой, нормой стал для людей Так же и Ветхий Завет, когда последний грешник станет праведником на земле Ну, не останется больше ни одного грешника Тогда вот и Ветхий Завет будет уже Не, ну, во многом Ветхий Завет сейчас уже исполнен, да Если так посмотреть Ну, пока-то я не горячу Ну, смотри, ну, скажем так, что не так уже много у нас убийств, да Ну, конечно же, не без этого, но все-таки уже и... Мы все-таки, как бы, более-менее, ну, воруют, конечно, но... Но многие уже и не воруют Ну, да, мы можем сказать, что мы одной ногой стоим в Новом Завете И не из основных тем Ну, ладно, этот вопрос уже действительно, наверное, какие-то детали Суть вопроса в принципе состоит Вот мы сейчас вот проявили некое различие, да, Ветхого Завета и Нового Завета И это различие именно духовное, да Не различие временное какое-то, да, там, а именно духовное В духовном смысле различие именно состоит в том, что Ветхий Завет – это вот... Ну и это и правильное различие, но связанно с тем, что вот есть некого родца закон есть некого рода норма человечности, норма общежития людей. А вот есть как бы второе, есть некого рода путь совершенства. Этот путь совершенства, он не просто усиливает нормы, мы можем иногда так трактовать, что вроде как Иисус Христос просто некие нормы просто усилил. Нет, это не просто усиление норм, а на самом деле здесь это другой путь. То есть там был путь, в каком-то отношении путь принуждения, потому что Бог не спасла эти заповеди, чтобы людей принудить их исполнять. То есть там вот есть момент того, что человек как бы раб, раб Божий. И раб не понимает, что ему Господин говорит, но он должен исполнять волю Господнюю. И вот он ее исполняет. Уже в Ветхом Завете есть понимание того, что раб исполняет волю Господина, как бы, да, этого недостаточно, надо как бы осознавать это. И возникает вот другая степень исполнения воли Божьей, которая связана с наемничеством. Когда человек как бы нанимается к Господину, да, и сознательно исполняет его волю, ну, потому что как бы хочет Господину угодить. Ну, или за награду. То есть раб исполняет, потому что из страха наказания, это вот первая степень. Вторая степень, наверное, за награду, да, за некого рода, как бы, воздаяние исполняет волю Господина наемника. Это уже есть в Ветхом Завете, вот этим кончается, собственно, Ветхий Завет. А вот третий путь, тот путь совершенства, он состоит в том, что сын, да, уже не раб, не наемник, а сын исполняет волю Божью просто из любви. И здесь не то, что, как бы, слово любовь, он такой приевшийся, такой, несколько, как бы, так, заезженный, да, на самом деле, опошленный, да. И поэтому лучше было бы говорить так, что сын просто видит, он, сын, олицетворяет в каком-то смысле отца, да, потому что, что такое сын? Сын от плоти и крови отцовской, да, как бы, он через, когда смотрят на сына, там, сын, как бы, по поступкам сына оценивают отца. И поэтому сын не должен, как бы, если так можно выразиться, ударить в грязь, да, он не должен, если сын оступается, то, как бы, да, он может сказать соратник или соработник, да, или он там, это, сын принадлежит семье отца, да, и вот, как бы, нельзя, и сын отвечает не только за, когда он свои поступки совершает, не только, вот, за свои поступки, да, он сугубо, как бы, ограничен, но он на самом деле олицетворяет отца, и он, в том числе, по нему смотрит и судит отца. И даже вот в начале Евангелия от Матфея же сказано, да, что будьте, как бы, достойными, как там сказано-то точно, слова, сейчас мы быстро объяснём. Это в Нагорной проповеди сказано, да? Что такое, что такое? О чём там смысл, ты скажи, может, я прикольно. Вот, говорится, вот, говорится о соли земли, да, вы соль земли. Ну, а самое главное, вывод откуда? Так высияет свет ваш пред людьми, и чтобы увидели они ваши добрые дела и прославили отца вашего небесного, который на небесах. То есть люди смотрят на христиан, да, и по ним судят об отце. И поэтому сын поступает в соответствии с волей отца, просто потому, что, на самом деле, что, как бы, это же, это, в этом состоит и его воля. То есть воля сына, он и есть воля отца. Как там в Евангелии от Иоанна, это сын в отце и отец в сыне, да. И, на самом деле, это ведь все христиане, достигшие уровня уже совершенства, все сыновья, да. И все эти сыновья в отце и отец в них. И когда они совершают свои дела, то эти дела пред людьми, они, как бы, как свет миру, да, как это. И они представляют собой именно в этот момент соль земли. И вот эти вот три этапа, это тоже, опять же, не есть какая-то наша фантазия, да, на самом деле, добротолюбие. Да, 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 все это есть. Все это есть, да, как бы, это просто старое истинное христианство, почему-то, которое постоянно забывается. Это есть и у Василия Великого. У Василия Великого и... У Златоуста нет. Ну, вот мы пробежали немножко, да, суть христианства, в чем состоит. А все-таки мы говорили о том, что у христианства есть учение о Царстве Божьем, да. И в чем там состоит Царство Божье? Царство Божье состоит в том, что, можно было бы иначе сказать, что суть учения христианства в том, что в чем состоит семья Божья, да. Потому что понятие Царства, да, Базилия, это, оно имеет вот некоторый еще политический аспект. На самом деле, речь идет не просто о Царстве таком, да, формальном, а речь идет уже о семье Божьей. То есть, если мы являемся, все христиане являются сыновьями Божьими, да, то есть, мы объединяемся с Богом в некую единую семью. У нас один Отец Небесный, да. Как бы мы все равны. У нас один наставник – это Христос. И вот, как бы, вот в этой семье, как бы, вот есть уже свои какие-то принципы жизни, да, то, как они должны жить. И вот, собственно, проповедь о том, как люди живут вот в этой семье Божьей, да, и то, что называется Царство Божье, и состоит, собственно, суть Евангелия. Ну, а теперь давай вернуться к реальности. Это же теория, а на практике-то нет такой семьи. На практике, да, на самом деле, христианство после времен апостольских, оно развивалось дальше, естественно, да, потому что всякое вот такое. Это все-таки некоторого рода учение, да, это некоторого рода концепция. И вот эта концепция развивалась и немного видоизменила лицо христианства. То есть, христианство вошло в некий его рода компромисс с миром. Потому что изначально существовало внутри христианства некое противление, я уже об этом говорил, да? Так это знаешь, что я думаю, что откуда компромисс с миром, главная его причина в том, что нет этих малоправедников. Как бы, а пока остается грех, остается место для Ветхого Завета. И как бы компромисс с миром, это считай, компромисс между Новым и Ветхим Заветом. Да, да, именно так. И только в том понимании христианства, которое мы сейчас изложили, именно состоит в том, что на поверку выяснилось, на самом деле, да, что, несмотря на то, что вот проповедано некое новое, да, движение для праведных, оказалось, что тех самых праведных, да, которые могли бы вот это бремя на себя новое взять, которое легко, да, бремя моё легко, иго-моё, а? Ну да, да. Иго-моё, это нетрудно, да. Тем не менее, этих праведных было не так много. И на самом деле, вот этих больных, потому что гречники, и в Новом Завете уже понимаются как больные, да, и вот оказалось, что больных очень много, да, и их надо как бы вот как-то вылечить. И поэтому христианство вот вынуждено на какие-то вот меры, да, свою концепцию менять в соответствии с тем, что вот этих больных очень много. Особенно, когда оно было проповедано среди язычников, да, вот там особенно это как бы имело, ну, имело как бы существенное значение. И поэтому необходимо было вот как-то вернуться вот к именно вот этому ветхозаветному пониманию праведности, да. И опять же вести речь о покаянии, вести речь о грехе, о борьбе с грехом. Церковь слышишь? Народная церковь, как Стас правильно говорил, она просто не может быть силой этого другой. Вот. Ну, мы же еще раз повторяемся, потому что мы же... А то, о чем ты говоришь, собственно, о Царстве Божьем, это вот возможно для каких-то там вот небольших групп, может быть, людей, типа монастырей, там, и так далее, и так далее. Да, но мы еще раз просто напоминаем, что мы Ветхий Завет же, Новый Завет же не отменим. А просто как бы это два различных, если можно так выразиться, уровня, да. Ветхий Завет. Ветхий Завет нет. Я говорю, два различных уровня движения к Богу. Есть как бы уровень движения к Богу, это праведность, да. Которая просто исполнила закон, да. Она может быть, может быть, эта праведность такая же лицемерная, как праведность фарисийская. То есть закон исполнила, а уж как там дальше-то все равно, да. То есть главное, что закон исполнил, ну вот как вот, допустим, юридизм, да. Как мы понимаем, исполнение юридического закона. Может быть, мы человека и не любим, но мы закон не нарушаем и нормально. Это вроде как не является чем-то предосудительным. А важно ещё и внутреннее содержание. И поэтому вот этот путь, вот эта ветхозаветная праведность, он ещё не совершенный путь. Требуется нечто ещё большее для того, чтобы вступить на совершенный путь. Вот это внутреннее содержание праведности, которое должно, внутреннее и внешнее должно друг другу соответствовать. Во многих апокрипов есть такие высказывания различные, где если внутреннее и внешнее станет одним и тем же и прочее. На самом деле встал однажды вопрос о том, что недостаточно только внешнее исполнение обязательств каких-то, законов праведности. Уходимо их, чтобы и внутреннее содержание соответствовало этому исполнению. То есть выходит фарисей на перекрёсток и раздаёт милостыню. А на самом деле говорит Христос, осуждая его, что на самом деле он просто вышел, чтобы люди на него смотрят, чтобы они говорили, вот какой фарисей хороший, вот он раздаёт милостыню. То есть он вышел из тщеславия, да, из какой-то внутренней гордости и прочее. То есть хороший мотив, да, милостыня превращается, как бы, вот с внутренней стороны, да, часто, да, превращается вот в нечто, как бы, в нечто, ну, скажем так, неправедной совершенной позиции. С точки зрения Ветхого Завета, это хороший поступок, добрый. Но с точки зрения Нового Завета, это несовершенный. Да, он несовершенный поступок, не скажешь, что он поступок злой, да. Вот когда, ещё раз надо помнить, что когда Иисус Христос обличает своих проповедей фарисеев, книжников и саддукеев, он не имеет в виду, что они какие-то плохие, что они там в грехах погрязли. Нет. Речь просто идёт о том, что этого уже недостаточно. Что недостаточно этого. Что надо, на самом деле, ещё дальше двигаться. Ведь потому что они же как решили, там, есть даже такие, там, высказывания о том, что исполнен какой-нибудь штрих закона, там, и всё, и больше ничего не надо делать. А Иисус Христос учит, что, а у тебя же, например, рядом страдает ближний твой, да, у тебя есть имущество, но почему бы с ним не поделиться? Нет. То есть, можно, надо делать добрые дела не потому, что их заставляет делать тебя закон, да, не из рабских побуждений, а потому, что это должно быть твоей доброй волей. Потому что в этом состоит воля Отца, да, нашего небесного Бога. И если ты стремишься к Богу, то в этом должна, не должна, слово должна здесь неправильно, потому что здесь нет заставления, да. В этом состоит и воля Сына. То есть, в каком-то отношении Новый Завет призывает нас быть, свободно принять вот эту позицию, да, исполнение воли Божьей. То есть, принять волю Божью, как свою волю. И вообще, как бы, свободно вступить на путь добра. Вот так можно было бы сказать, да. Перестать совершать зло и вступить на путь добра. Свободно. Не потому, что кто-то тебя, там, пугает муками ада, там, или, там, какими-то наградами, да, соблазняет посмертными, там, или какими-то другими. А потому, что в этом состоит правда, да, в этом состоит истина. В этом состоит суть. Так вот, давайте теперь все-таки вернемся. Вот мы сейчас, на самом деле, все, что мы сейчас до сих пор говорили, это есть не что иное, как пересказ того, в чем состоит христианство. Так вот, внутри христианства современного, да, вот, есть два направления, которые вот сохранились в тех вот апостольских временах. Одно направление, оно связано с тем, что понимая, что христианство противопоставляет себе миру и говорит, что вот есть некое царство Божие, да. Это, причем царство Божие, это не значит, что где-то царство где-то на небесах процедантом, а имеется в виду, что некий городоуклад, отношение между людьми, да, вот, там, где главой царем является Бог, где люди, как бы, вот, живут в таком государстве, да, в незримом государстве, как бы, который управляется Богом, да, и они подчиняются только Богу. Вот царство Божие такое, да, вот, теократия. А есть царство, вот, материальное царство, да, царство земное, где вот есть князья, начальники, там, всякие города есть, да, там, и среди прочих всяких этих властей земных, да, вот, есть, как бы, верховная власть, князь Тьмы, да, там, Сатана, Дьявол, там, Вильзиул и прочее. И вот это вот противопоставление, оно рассматривается как вражда, то есть, говорится о том, что дружба с миром есть вражда против Бога, да, вот, некое вот рассматривание как разделение. «Любите мира и того, что в мире», и более того, говорится даже, что наша брань не против крови и плоти, да, против начал, против властей, против духа в злобе поднебесной. То есть, иначе говоря, вот, речь идет о том, что вот есть некая духовная война, если так можно говорить, да, что нам для того, чтобы устроить на земле, ведь речь идет о том, чтобы на земле устроить царство Божие, да, почему на земле? Ну, потому что, что такое царство Божие? Еще раз говорю, что царство Божие – это такое устроение мира, которым царем, главой является Бог, в котором мы на самом деле исполняем волю Божию, и в этом состоит суть. Мы исполняем не какие-то там законы юридические, там, каких-то государств, мы исполняем не какую-то прихоть начальников или чего-то еще, а исполняем волю Божию, которая выражена, да. Исполняем, опять же, не потому, еще раз говорю, потому что мы боимся наказания, да, не из-за боязни наказания, не из-за воздаяния, а потому что мы являемся сыновьями, да, потому что это царство Божие одновременно есть для совершенных. И семья, да, потому что сыновья исполняют волю Божию, потому что они и сыновья, то есть смысл того, что ты сын, и состоит в том, что ты волю Божию исполняешь, то есть волю своего отца. Смысл того, что такое сын, это и есть исполнение воли отца. То, что сын есть продолжение отца, сын наследует землю, да, то есть сын наследует достояние отца. Сын продолжает дело отца, сын выражает то, что представляет собой отец, потому что смотрят на сына и говорят об отце, смотрят на отца и говорят об сыне. Они лежат на неком одном уровне, да, они образуют нечто единое. А, яблоко от яблок. Да, об этом можно еще и так сказать. Так вот, а второе представление христианства, да, которое связано с тем, что христианство надо было как-то приспосабливаться в этом мире, оно состоит в том, что вот вошли в компромисс вот с этим миром, да, вот. То есть попытались совместить царствие Божие и царствие земное, то есть, как вот ты говоришь, кесури, кесури, а Богу Божий. А вот странно, почему Христос-то сказал, да, это тогда получилось? Подожди, подожди, мы на самом деле говорим о том, что есть христианство. Что на самом деле сказал Христос сейчас уже и какой он имел смысл? Становить сложно, потому что другой смысл... А я тебе объясню, что это не случайно он сказал, я просто думал, ответишь ты или нет. Христос это действительно сказал. А суть компромисса я тебе уже сказал, пойми, что суть компромисса не в предательстве, а суть компромисса, церковь почему лежит на компромиссе, потому что еще много грешников, которые живут в Ветхом Завете. И суть компромисса, это компромисс с Ветхим Заветом, а не с миром, понимаешь? Поэтому Христос говорит, отдавайте кесарево кесарево, потому что куда он поведет эти орды грешников, в какое царство Божие? Им еще обуздывать себя и обуздывать, может быть, еще тысячи и тысячи поколений. Может быть, да. Потому что, с другой стороны, ведь мы понимаем, что Христос бескомпромиссно говорил в отношении богатства. И вплоть до того, что в Евангелии от Луки даже говорил, что богатые не войдут в Царствие Небесное. То есть, горе вам богатые, блаженные нищие, горе вам богатые. То есть, буквально, не так, что им трудно войти в Царствие Небесное, а что они даже и не войдут. И там даже есть эпизод с Лазарем и богачом, где богач просто потому, что он был богач. Хотя там можно понять и так, что потому что он не помогал Лазарю, он все-таки попал в ад. Но Лазар в любом случае, как бы странно, он получает спасение только потому, что он был немощный, был нищий. То есть, он не за какие-то заслуги праведной жизни, а просто потому, что страдал на земле, получил воздание. Посмотри, вот наше мирское устройство, государственное, оно же, в общем-то, это же Ветхозаветное устройство, согласен? Да. Это закон законничества. Ну, юридизм, так вот это юридический закон? И уже в Ветхом Завете, когда евреи просят себе царя, им там и пророк попускает царя, но при этом говорит, что они отвергают бога. Он говорит, вы отвергли бога, ну, как бы бог вам царя попускает. Так же и здесь Христос попускает нам отдавать кесарь кесарю, попускает нам царя, попускает нам государство, пока мы еще в грехах, пока не сыновья, пока вот, то есть пока среди людей много еще, ну, вообще пока еще среди людей есть рабы и наемники, да, я уж не говорю там вообще о отступниках, вот до тех пор необходим этот закон, до тех пор необходим царь, необходимы государство, понимаешь, необходим кесарь. Тут знаешь, в чем проблема состоит? Что вот эта вот ветхозаветная праведность, да, праведность законничества, она же ведь постоянно, постоянно возобновляется. Она вообще хочет, если так даже внимательно обратить внимание, она хочет уничтожить иное понимание праведности, да, то есть она хочет, даже не хочет замечать вот этот вот путь совершенства. Потому что почему-то везде проповедуется борьба с грехом, да. Если выразить это в языке болезней, везде говорится о том, что больные, вы должны излечиться. И целью, как бы, движения, да, становится только одно, быть, это излечиться. Понимаешь, а что делать-то здоровым-то, понимаешь, вот, допустим, человек здоров, вот, допустим, ну, он, нет, не грешит. Ну, а ему что делать? Если кругом одни больные, и он один здоров, а ему говорят, что самая главная задача христианина, это каяться в своих грехах, да, это вот пытаться излечиться. Всегда должен быть указан, что делать таким людям, которые являются совершенными в этом случае. Кто способен за больше, должен делать больше. Еще раз говорю, слово должен здесь нет. Именно как раз и состоит, что Завет, Новый Завет, нету никакого должного. Кто может опрашивать этому человеку и сказал, Иисус Христос, иди, отдайся свое мнение. Кто может делать больше. Да, все правильно. Кто может делать больше. Подожди, подожди. Вы правильно? Поменяется тавтология, но кто может делать больше, тот может и делать больше. Еще раз, давай, все-таки, опять же, в кучу не сбрасывать. Людмила очень правильно сказала, есть известная притча, да, когда молодой человек подошел к Иисусу Христу и спросил, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ему Иисус Христос сказал, что исполняй заповеди, ну, там, перечислил какие-то заповеди, и он говорит, что все это с детства он исполняет. И тогда, Иисус Христос говорит, если хочешь быть совершенным, пойди, распродай все, что умеешь, раздай нищим и следуй за мной. То есть, действительно, Людмила же правильно говорит. Правильно, этому человеку он уже не говорит отдавать. Что на самом деле, вот даже вот в этой притче есть опять вот то самое развлечение, о котором мы говорили, да, что вот есть некий путь праведности ветхозаветный, где когда нужно исполнить закон. Причем исполнить закон на самом деле, это просто стать нормальным, да, выздороветь. То, что как бы в терминах здоровья и болезни, означает стать здоровым. То есть, если человек живет по вот этим нормам, да, Божьим, то это просто означает, что он здоров. Если он здоров, как бы, есть ли какой-нибудь другой пункт, нужно ли еще что-либо делать дальше? Вот дальше можно начать какие-то дела совершенства делать, да. И в частности, как бы, в частности, да, оно связано с тем, что вот если у тебя есть богатство, а рядом кто-то страдает, помоги своим богатствам и этим страдающим. Строй, начни строй, это царство Божие. То есть строй, то значит следуй за мной. Это означает присоединись вот к строительству вот этого Божьего царства. На самом деле, ведь Христос, Иисус Христос, ведь апостолов точно так вызвал, да. Он сказал там апостолу Андрею и Петру, следуйте за мной. И я научу вас уловлять души человеческие. Они за ним пошли. То есть везде используется одно и то же. Абхаллутеймой, да, то есть как бы по-гречески, как бы один и тот же термин используется. То есть вот это следование за Христом, это в отличие от покаяния, да, вот ты говорил о покаянии, покаянии. Самое главное, термин Ветхого Завета – это покаяние, потому что люди нарушают закон, да, и они должны вернуться в лоно закона, да, покаяться. Это самая главная тема Ветхого Завета. А самая главная тема Нового Завета – это тема следования за Христом, то есть тема совершенства. То есть тот, кто следует за Христом, он следует делу совершенства. Субтитры создавал DimaTorzok